Павильоны, кинозалы и красная дорожка. Визит в Одессу вице-премьера начинается с киностудии. Представители отечественной киноиндустрии рассказали Константину Грищенко о состоянии дел в отрасли, о дальнейших планах и заручились поддержкой государства на высоком уровне. Затем делегация направилась за черту города на фармацевтический завод «Интерхим». Визит не праздный. Предприятие производит препарат «Морфин» в виде таблеток. Первую партию обезболивающего, в котором остро нуждаются тысячи тяжелобольных украинцев, Министерство здравоохранения получит бесплатно. Это только три тысячи упаковок, они двух дозувань. Она идет на шесть специализированных закладов, которые есть два в Киеве, Харьков, Севастополь, Ивано-Франківск и Херсон. Сегодня мы можем, соответственно, сказать, что мы в состоянии обеспечить на 95% украинских больных, украинских паліативных больных с помощью по обезболиванию, для того, чтобы они могли получить облегчение, могли спокойнее жить, могли спокойно двигаться. Константин Гриченко подчеркнул, отечественная фармацевтика развивается. Задача государства – помочь. Для нас є принципово важливим, щоб саме в Україні більшість ліків вироблялась. І щоб вони вироблялась саме на таких платформах, де ви могли переконатися, наскільки вони відповідають цим самим високим світовим стандартам. Ми можемо тут бути впевненими в тому, що на выході ми отримуємо ліки найвищої якості, які дійсно будуть допомагати лікувати людей. В планах столичного гостя – а также посещение церемонії открытия Одесского международного кинофестиваля.